Девушки отдыхают Чтобы об этом узнали, Виталий Погасян решил организовать еще один коллектив. Но как ни старались музыканты, и здесь не обошлось без юмора. Новый бэнд получил имя Шнобели в честь Нобеля и физической особенности музыканта. Мне кажется, что я очень похож на Альфреда сбоку. У меня внешность соответствующая. И Шнобель с иврита в переводе означает «нос». Шутка ли, Шнобели придумали даже свой инструмент. Скрестили мексиканскую дудку с армянской флейтой. Пока без названия, но с прекрасным звучанием. Если однофолк Шнобелей включает в себя культуры многих стран, то у этой группы маршрут один и конкретный – до Кубы. А чтобы не было скучно – на паровозе. Поэтому так и назвались – «Паровоз до Кубы». Был такой замечательный паровозик с вагончиком, планшетная кукла. И мы как-то притащили ее, пытались, чтобы не просто музыкальные действия были, а что-то с какими-то куклами перемешивать. И так прям просилось на нем что-то написать. И я взял у какой-то девочки помаду и написал «Куба». Получилось «Паровоз до Кубы». И так закрепилось. Кукла сыграла важную роль не случайно. Солист и руководитель группы Сергей уже 10 лет работает кукловодом в детском театре. Утром веселит детей, вечером взрослых. Мы высмеиваем каких-то западных звезд. Вот у Джона у нас есть песня. Тату у нас есть песня про брюнетку из тату. Ну, вообще веселые, да, все веселые песни такие радостные. О том, что надо радоваться. Как видно, юмор для этих музыкантов часто только ширма, чтобы сообщить важное. А в какой форме, из каких трибун – не важно. Игорю, например, не нужны даже слава и большие гонорары. Я не могу рассуждать там, допустим, о деньгах, потому что у меня их нет. Я не могу рассуждать о славе, потому что у меня ее нет. Мы просто вот живем, ходим по улицам, поем песни и пытаемся хоть как-то улыбаться и не терять какой-то последний смысл, последний свет внутри себя. Я закрываю глаза руками, иду след за тобой. Что будет дальше, не знаю, но я хотел бы попасть домой. Марат Арнис, Александр Дружинин, Инвер Мухамедзянов, Андрей Клемешов, Первый канал, Петербург.